Команды подходят к этому матчу. В центр вратарской удары. Первый гол. Сразу же врывается Владимирская торпеда. На второй минуте встречи с Балтикой БФУ торпеда открывает счет. Гол забил Александр Зенин, приняв подачу с углового. На восьмой минуте матча черно-белые снова опасно атаковали. Мяч мог залететь буквально в пустые ворота калининградцев, оставшиеся без вратаря. На удар пришелся мимо ворот. С этого момента Балтика перехватывает инициативу и спустя шесть минут сравнивает счет. Передача на пустые практически ворота. Счет становится равным. 1-1. Результат успешной атаки калининградцев. Не успевают черно-белые опомнится, как в их воротах снова оказывается мяч. На этот раз на девятнадцатой минуте забивает Вадим Вшивков. Владимирцы, несмотря на отставание, рвения не теряют, но все мячи летят мимо ворот соперника. И снова торпеда поджидает неудача. На 31-й минуте Михаил Рыбалко забивает черно-белым третий гол. А затем торпедовцы и вовсе остаются в меньшинстве. Дмитрий Хохлов сильно ударяет по ноге сопернику, не владеющему мячом, и получает красную карточку. Ошибки, ошибки такие грубейшие, да, грубейшие ошибки, они, к сожалению, так вот за один раз, там, да, или по щелчку пальцев, но они не проходят. Ребята все это понимают, но пока почему-то именно когда в игре происходит, я сказал ребятам, что нужно начать с дисциплины, с дисциплины во всем, да, и начать именно с тренировок работать. Хотел бы увидеть у них глаза, которые хотят исправить ситуацию. Первый матч после ухода главного тренера окончился со счетом 1-3. После встречи с Балтикой черно-белые так и остались на последней 18-й позиции в таблице. В их активе по-прежнему 4 очка. Следующий матч в рамках первенства России состоится у Владимирцев 17 сентября. Их соперником станет Зоркий из Красногорска. Сыграет торпеда в гостях.